а и так давайте давайте тогда начнем сегодняшний вебинар так я уже представился вот это участники сегодняшнего вебинара юля и я кто не знает я козбек меня зовут козбек я являюсь территориальным директором кузов по странам снг и юля руководитель отдела бронирования службы поддержки инкрузов и так давайте юля я вам передам а давайте я озвучу сначала повестку дня сегодня на повестке дня пять вопросов значит первое это программа гарантирования msc usa правила отмены замены круизов других линий потом мы обсудим как правильно обращаться службу поддержки как правильно обращаться службу поддержки именно по вопросам бронирования и ответим на ваши часто задаваемые вопросы и так первое это у нас программа гарантирования msc давайте юля я вам я вам когда передам слово да чтобы вы подробнее рассказали об этой программе да спасибо большое козбек мы очень были рады что вчера наконец-то эмаси внесли какое-то какое-то разъяснение относительно своей политики в текущее время потому что как вы знаете до этого времени все висело в воздухе вы присылали нам много информации от российских туроператоров и так далее но все к нам не относятся мы должны были ждать уведомления от мсс usa и наконец-то оно пришло что нас очень радует в данный момент эмаси в рамках этой программы предлагает пассажирам отменить бронь перебронировать круиза 48 часов до начала круиза то есть до 48 часов любое время вы можете обратиться по этому вопросу дальше я укажу конкретные временные рамки что это значит это значит что вы не получите стопроцентный возврат но эмаси дает вам возможность использовать ту же сумму которую вы использовали на первый круиз чтобы забронировать новый круиз на другую дату это очень хорошо то есть этим массивом переносит круиз на другую дату как и просили многие наши партнеры эта программа не распространяется на круизы дата отправления которых до 10 марта и заканчивается 31 июля 2020 года мы очень надеемся что конечно после 31 июля вся ситуация уже разрешится и таких программ больше не понадобится так новый круиз должен быть забронирована даты до 31 декабря 2020 года сразу объясню многие пишут перебронируйте мой круиз круиз мы не перебронируем как это работает вы нам сообщаете что да я хочу воспользоваться этой программой программой лояльной отмены круизной линии массе мы направляем запрос круизную компанию круизная компания одобряет ваш запрос и после этого вы можете из кабинета забронировать другой круиз на ту сумму которая которую вы использовали для бронирования первого круиза то есть вы можете себе представить сколько у нас членов клуба это просто нереально если мы все круизы будем перебронировать сами то есть вы должны будете забронировать круизами обратиться в службу поддержки да на сайте массе указано позвоните нам по такому-то номеру но по факту и даже если вы позвоните вас отправят к нам поэтому просто пишите нам очень важный момент очень важный момент что мы рассматриваем запросы 14 дневный промежуток две недели если ваш круиз начинается позже чем две недели ближайший обратитесь к нам позже за две недели для чего это нужно это нужно не для того чтобы потрепать вам нервы и так далее чтобы вы понервничали из-за того что никаких изменений не происходит абсолютно не для этого это нужно для того чтобы дать нам время увидеть ваш запрос и дать вам время дать время нашим партнерам по бронированию чтобы обработать ваш запрос и дать вам время получить ответ то есть в течение двух С двух недель мы обычно имеем возможность ответить клиенту, но сейчас очень большие задержки у круизных линий, конечно. Но, в принципе, за две недели мы должны успеть всё это сделать. Поэтому, если ваш круиз начинается позже, допустим, в начале апреля, пока не обращайтесь к нам по этому вопросу, свяжитесь с нами позже. Здесь вот Казбек предоставляет ссылку нам, к которой вы можете обратиться. Это официальная ссылка с сайта круизной компании для США. Да. Был вопрос, я видела, что если мой круиз новый, дороже, чем уже использованный кредит, который я получила. Ничего страшного, вы можете использовать этот кредит и доплатить за новый круиз. Это ничего страшного. Был вопрос про 2020 или 2021 год. 2021 год, если мы можем вернуться на один слайд Казбек назад. Конечно, секунду. Давайте, да, вот. До 31 декабря 2021 года ваш круиз должен начаться, новый, который вы выберете. Юля, вопрос по поводу возврата. То есть вы сказали, что деньги не возвращаются, получается, даётся кредит, круизный кредит, да? Да, в каком виде он даётся? То есть круизный доллар обратно не попадут в кишелёк? Этот момент мы будем, да, мы вчера разговаривали об этом с Лазом тоже, как мы будем это точно делать. Мы посмотрим на практике, как это пойдёт. Как обычно, это работало с другими компаниями раньше. Клиент бронирует круиз на свои круизные доллары, доплата, может быть, с карты, да? Мы пишем в круизную компанию, круизная компания нам говорит, да, всё, мы обнуляем ваш счёт, вы нам ничего не должны, потому что круизная линия применила круизный кредит. Мы возвращаем все деньги клиенту. То есть так типично работает эта система. Но в данном случае могут быть какие-то исключения, и мы уже в индивидуальном порядке будем рассматривать. Если у клиента не хватает круизных долларов на бронирование, напишите нам, пожалуйста, уже после того, как вы получите одобрение этого круизного кредита, напишите нам, и мы будем с вами работать, как лучше поступить, чтобы использовать именно в вашем случае данный круизный кредит. Спасибо, спасибо, Юля. Ещё второй вопрос. Обязательно найдутся люди, которые захотят, даже если их круиз будет через 3-4 недели, они обязательно вам напишут. Вы будете оставлять эти вопросы без рассмотрения, или что будет происходить? Нет, мы ответим. Мы просто ответим, чтобы обратились к нам за 2 недели до начала круиза. То есть мы его рассматривать глубоко не будем, запросы посылать не будем, но клиенту ответим, чтобы обратились позже. Спасибо. Спасибо, Юля. Ещё раз партнёры отмечаю, что, пожалуйста, обращаться только, если ваш круиз отправляется в течение 2 недель с момента запроса. Не загружайте службу поддержки, если ваш круиз через 16-17 и далее дней. Дождитесь, когда останется 2 недели. Это делается для того, чтобы в службе поддержки была равномерная нагрузка, чтобы они могли заниматься важными срочными вопросами. Вам обязательно всем ответить, поэтому не переживайте. Да, это очень важно. И позвольте здесь ещё один момент разъяснить. Многие напишут нам, и через 2 дня уже пишут, вы мне не отвечаете после того, как мы указали, что мы отправили запрос в круизную компанию. В последний раз по партнёрам из Бишке, когда мы отправили запрос в круизную компанию, нам сказали, ждите 7-10 дней. Мы просто не имеем возможности через 2 дня предоставить вам ответ, поэтому мы очень просим вас быть терпеливыми. Как только мы получим ответ, мы обязательно вам сообщим. Но за 2-3 дня, к сожалению, сейчас вопросы не решаются. А как можно, подскажите, пожалуйста, в этом случае люди, которые сегодня узнали об этой хорошей новости и хотят, у которых круиз отправляется через 2-3 дня, скажем, сегодня 10-й, 13-го, 14-го, как им достучаться до вас, что ли, ускорить это? Да, есть вероятность, конечно, что мы можем не заметить среди 60 страниц наших запросов этот какой-то запрос. В таком случае я думаю, что лучшим вариантом будет написать вышестоящему спонсору, лидеру, который имеет доступ к VIP-поддержке. И спонсор напишет VIP, VIP у нас меньше запросов, поэтому мы увидим этот запрос быстрее. Супер, спасибо большое. Так, ну я думаю, по поводу программы MSC все понятно. Мы сделали рассылку вчера, я думаю, уже вчера все вникли в эту программу. Если у вас будут дополнительные вопросы, прошу их задавать вашему вышестоящему спонсору, потому что мы уже проявили разъяснительную работу в чатах национальных, интернациональных директоров, поэтому у них есть все ответы на ваши вопросы. Юля, теперь что касается других круизных линий, что происходит с другими круизными линиями? Да, для нас наш директор по закупкам составил вот такой список, что на данный момент предлагают круизные линии. Обратите внимание, что эта информация может измениться, она всегда меняется. Здесь указана каждая круизная линия, видите вот сверху, да, название круизной линии, и какие варианты они предлагают, и какой ссылке вы можете обратиться, чтобы посмотреть на сайте круизной компании. Я думаю, что каждый этот момент разбирать сейчас нам не имеет смысла, но если можно, Казбек, отправить вот это в чат, лидерские, в другие чаты, чтобы клиенты ознакомились, было бы прекрасно. Все хорошо. Сейчас разъяснение внесу, вот здесь вот waiver type FCC, это и есть круизный кредит, future cruise credit, это и есть круизный кредит. То есть, как вы видите, все круизные линии предлагают круизные кредиты, никто не хочет особо возвращать 100% в денежном эквиваленте. Знаете, Юля, сейчас, ну как известно, в основном все отправляются МСИ КОСТа, всех интересует, что с КОСТой. Можно очень коротко о том, что у нас с круизной линией КОСТа? С КОСТа, да. КОСТа пока самая последняя круизная линия, которая выжидает. Вот все уже более или менее приняли решение, но видите, КОСТа даже нет ссылочки пока, куда можно обратиться за какой-то информацией. На данный момент только до 31 марта они рассматривают запросы. По апрельским пока никаких новостей нет, то есть система та же самая. Когда до вашего круиза остается две недели, напишите нам, и мы отправим запрос в КОСТа. И они уже по факту будут принимать решение. То есть КОСТа сейчас рассматривает только круизы до конца месяца, текущего месяца, и нужно обращаться за две недели до начала круиза. Да, все верно. Все верно. Супер. Потом по Royal, сегодня я слышал, что по Royal Caribbean тоже были изменения в лучшую сторону. Да, у нас есть. Здесь вот на следующей страничке, да? Royal Caribbean. Они тоже очень лояльную программу сделали. 48 часов до отплытия круиза, вы можете предупредить нас об этом. до 31 декабря 2021 года. И также предлагают круизный кредит. Супер. Отлично. Это очень хорошая новость. Коллеги, опять же, я хочу вас успокоить, что компания ведет переговоры с круизными линиями, и я надеюсь, что условия возвратов и отмен и так далее станут лучше. Так, давайте тогда перейдем к следующему слайду. Секундочку. Вот так вот. Так, ну, обращение, обращение, служу поддержки. Я быстро пробегусь по этому слайду. Сегодняшний у нас, сегодняшний вебинар у нас будет немного короче, чем все предыдущие. Почему? Потому что Юля очень занята, поэтому мы бегом-бегом пройдемся по этим слайдам быстро и начнем отвечать на ваши вопросы. Итак, обращение в службу поддержки. Это правило обращения в службу поддержки, чтобы не загружать службу поддержки и чтобы вы могли получить ответ как можно быстрее. Первое, это создавать одну беседу на одну тему. Нет необходимости создавать новые беседы каждый раз. Почему-то некоторые считают, что чем больше бесед они создадут, таким образом они каким-то образом выделятся на вашем экране и вы быстро им ответите. Это не так, потому что вы отвечаете в порядке очереди, правильно? У вас есть какая-то своя очередь. Всё верно. И вот здесь, кстати, про порядок очереди очень важное сообщение есть. Смотрите, вы создаете беседу, допустим, два дня назад, да? Если мы заходим в систему сегодня, мы видим её как двухдневную, мы знаем, что её надо обработать раньше, чем те, которые пришли несколько часов назад. Что происходит, если вы два дня назад создали беседу, потом день назад ещё в эту беседу добавили? Мы видим, что эта беседа уже однодневная, то есть мы видим, что она менее старая, чем другие. Поэтому просьба не добавлять в одну и ту же беседу новые сообщения, а ждать ответа. Тогда мы сразу увидим, что ваша беседа старая и сразу её возьмём первую. А если вы продолжите добавлять, то мы будем постоянно видеть её как новую. И тогда и вы расстраиваетесь, и нам неудобно, что очень много запросов в одной беседе пришло, и очень старый запрос был первый. Но мы просто не знали, что это был старый запрос. Да, кстати, я даже не знал об этом. Спасибо большое, это очень важный момент. Да, это очень важно, да. Если не секрет, Юля, сколько запросов вы получаете, вся служба поддержки получает в день? Я не могу вам сказать цифру точную, но я вам скажу так, что, допустим, до этого коронавируса у нас было в среднем 20 страниц, которые мы могли обработать в течение суток, да? В течение суток, двух суток мы могли обработать. Сейчас у нас 60 страниц. То есть в три раза возрос объём, да. Поэтому мы очень просим вас прислушаться к правилу двух недель. Это очень важно для нас. Коллеги, очень большая просьба. Без необходимости не загружать службу поддержки, потому что если они отвечают на ваш не столь срочный вопрос, значит, они не отвечают на какой-то срочный вопрос другого партнёра. Так, теперь касательно обращений. Третье. Правильно формулируйте свой вопрос. Обязательно нужно, то есть качество ответа зависит от качества вопроса. Я знаю, что даже если, люди знают, партнёры знают, что не делается именно возврат к рейзме долларов, они всё равно пишут «верните мои деньги» на всякий случай. Потом они получают ответ, что возврат не делается. И вот это вот идёт бесполезная переписка. Поэтому, коллеги, пожалуйста, правильно формулируйте вопрос. Примите решение и правильно опишите это. Это очень важно. Спасибо, Казбек, большое за фразу «примите решение». Это очень-очень важно. Сколько запросов мы видим, что «отмените через один день». «Нет, я передумал отменять». «Замените ещё через один день». «Новый пассажир передумал». «Замените на другого». Это очень усложняет работу, потому что каждый запрос отправляется и обрабатывается. Это не просто… Это не работает так, что у нас есть вся информация, и мы выдаём вам сразу ответ. В работу вовлечены много человек. Поэтому очень важно принять решение, прежде чем написать. У нас вот поступил как раз вопрос, и я хотел следующий сказать. Почему два-три дня запросы? Дело в том, что занимает ответ на вопросы. Дело в том, что, уважаемые партнёры, когда вы задаёте вопрос нашей службе поддержки, именно отделу бронирования, они, в свою очередь, делают запрос партнёру по бронированию и ждут от него ответ. Как только этот ответ приходит, они отвечают вам. То есть в этом случае с вопросами бронирования не всё зависит от службы поддержки, потому что они вынуждены делать запрос третьей стороне. Поэтому 2-3 дня нужно ждать обязательно. Конечно, раньше это занимало 1-2 дня, сейчас 2-3, а возможно и более. Да, если мы не получаем ответ от круизной линии, которая сейчас говорит, что 7-10 дней, то мы не можем ответить и вам. Поэтому не всё от нас зависит сейчас. Так, ну и, конечно, нужно быть вежливым и, самое главное, терпеливым. Не нужно просить других партнёров вмешиваться в процесс, не нужно просить вышестоящих спонсоров писать в ВИП-поддержку, потому что все эти запросы, они приходят именно в отдел бронирования. Поэтому, ну, если, конечно, у вас очень срочные вопросы, нужно обращаться через вашего вышестоящего лидера в ВИП-поддержку. В других случаях, пожалуйста, просто дождитесь, дождитесь ответа, будьте терпеливы. Да, спасибо. Так, теперь, что касается обращения в службу поддержки по вопросам именно бронирования. Ну, нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы сделать запрос, получить ответ и принять соответствующие меры реагирования. Желательно за 2 и более недели до начала круиза. Ну, этот момент мы уже обговорили. Чем раньше партнер обратится в службу поддержки, тем лучше будет для всех. Я думаю, это только снимет напряжение со всех сторон. Второе, значит, дать службе поддержки время на ответ, так как они, в свою очередь, должны сделать запрос партнеры по бронированию и дождаться ответа. Этот момент мы также обсудили. Проявите, пожалуйста, терпение. 2-3 дня нужно подождать и не нужно постоянно писать, потому что это только отсрочит ответ. Правильное формулирование запроса значительно ускорит его решение. Так, это мы обсудили. Так, вот это… Да, и можно добавить вот сюда то, что нам поможет, если можно попросить наших партнеров. Когда вы пишете о какой-то броне, если вам не сложно, высылайте копию квитанции бронирования с вашим запросом. Нам тогда легче будет разбираться, что к чему. Да, очень часто бывает такое, что люди… Сегодня был такой вопрос, это не касательно бронирования, а вот… Пожалуйста, восстановите аккаунт моей сестре. И всё, и имя, ничего. Да. Да, и служба поддержки должна догадываться, кто сестра-партнёра. Вот это такой, конечно, экстремальный случай, но, пожалуйста, в своём запросе нужно предоставить чем больше, тем лучше информации. Да. Именно важная и полезная информация, не просто письмо на полстраницы, в которой нет никакой информации, а именно важный, имейл-адрес, имя, членский код, всё, что вы можете предоставить по факту. Да, да, я извиняюсь, да. Именно по существу, потому что у службы поддержки нет времени читать сочинения на несколько страниц. Так, теперь тоже важный момент, открывать только одну беседу на одну тему. Это распространённое заблуждение, что если служба поддержки закидать за запросами, то ответ придёт быстрее. Я это вижу часто. Человек пишет, пишет на один вопрос, там, по 3-4 беседы. Да, это мы тоже обсудили. Этого делать не нужно. Так, теперь, если в вашей каюте находится несколько человек, партнёров, то не нужно всем писать в службу поддержки, чтобы прояснить ситуацию. Нужно выбрать одного, или если это касается большой группы, наверное, не стоит всем писать из этой группы. Нужно выбрать одного человека, лидера, который будет вести переписку со службой поддержки, чтобы прояснить ситуацию. Это так? Да, тут есть небольшая тонкость. Это верно, но если вы запрашиваете, допустим, отмену круиза, и трое человек из брони, все трое использовали круизные доллары, в этом случае мы вас попросим, чтобы все трое написали нам, потому что были такие инциденты, что раньше, ещё несколько лет назад, мы доверяли клиенту, что он пишет нам от имени всей каюты. Мы отменяли круиз, а потом другие два пассажира пишут, а мы вообще отменять не собирались. Вы почему отменили? То есть теперь мы в целях безопасности просим подтверждения от всех пассажиров, кто использовал круизные доллары. Но это может быть сделано по запросу службы поддержки. То есть если у вас общий вопрос какой-то, то да, действительно, не стоит просить каждого писать нам. Напишите, пусть напишет один пассажир из каюты, мы предоставим информацию, а дальше уже мы скажем, что нам потребуется. Ну, если, допустим, человек хочет прояснить ситуацию, отменён круиз, не отменён, что происходит, то есть не нужно, наверное, всем писать один лайнер один, там половина лайнера не отправится в круиз, поэтому желательно, чтобы один человек просто вёл переписку. Это значительно... Совершенно верно, да. Так, теперь дальше. Так, авиасообщения. А теперь, наверное, мы перейдём непосредственно к вопросам. Было очень много вопросов по поводу авиаперелётов, авиасообщений, по поводу возврата, кто нам вернёт деньги за авиабилеты и так далее. Давайте первый вопрос зачитаю. Авиасообщения временно прекратили, и у пассажира нет возможности добраться до лайнера. Что в этом случае нужно делать? Такие случаи у нас, наверное, есть. Вы, наверное, получали запросы. Есть запросы, да, есть такие запросы. Что в этом случае просят наши партнёры по бронированию, чтобы как-то бороться за ваши права? Они просят все данные рейса, даты, номер рейса, всё очень чётко должно быть указано. Желательно письмо, которое вы получили от круизной компании, где говорится, что ваш... От круизной, простите, от авиакомпании, где говорится, что ваш авиарейс отменён. Это поможет нам предоставить вот эти данные в круизную линию и требовать чего-то для вас. Если этих данных нет, то они будут рассматривать ваш случай как стандартный, типичный случай по стандартному сценарию. То есть, пожалуйста, предоставляйте нам все данные, если вы пишете, что у нас всё круизы, что ваш авиарейс отменён. То есть, именно авиарейс отменён или нужно доказать, что вообще у человека нет возможности добраться именно до лайнера? Или достаточно, что именно его рейс был отменён? Что этот рейс летящий, связанный с вот этим круизом, что он, допустим, летит в Италию, да, и он отменён. Вот для наших коллег из Кыргызстана вот этого было достаточно, потому что наши партнёры по бронированию внесли номера авиарейса в систему, увидели, что он отменён, сделали скрины, скриншоты и отправили в круизную компанию, объяснили, что просто человек не мог добраться. Так мы можем хотя бы просить, настаивать на каком-то возврате. Всё, спасибо, Юля. Теперь следующий вопрос касательно виз. Посольство прекратили выдавать визы, круиз уже выкуплен. То есть, такие случаи тоже у нас есть в соседних республиках, когда посольство, они вроде официально не отказывают, но в то же время они делают всё, чтобы получить визу было сложно. Я думаю, что на этот вопрос отвечает последнее решение о круизной линии МСС, за 48 часов перенести круиз. Конечно, мы не сможем доказать МСС, что человек не может получить визу, если только каких-то документов нет, где было конкретно сказано, что визу не выдаём, потому-то, потому-то. Но сейчас вот эта программа лояльности, она поможет как раз тем клиентам, которые не могут получить визу сейчас, получить её позже, когда всё успокоится. Супер, спасибо. Так, теперь в моей стране после прибытия из Европы подстажиры помещают в карантинную зону, я могу ли я отменить круиз? То есть я, условно, живу в Казахстане, я знаю, что если я сейчас отправлюсь в круиз, приеду обратно, меня на два дня поместят либо на карантин дома, либо отправят в какую-то там политлинику, я не знаю, зону, карантинную зону. Это является причиной для возврата, для круизной линии? Нет, это не является причиной, это личное решение вашего государства, и на решение круизных линий не влияет. Всё, супер, этот момент мы прояснили, спасибо. Так, что делать, если круиз отменили, но я уже в пути, или уже в городе отправление, и за один, за два дня круиз отменяют, я сижу, я не знаю, что делать, мои действия. Да, в этом случае что происходит? У нас было несколько таких круизов, которые были отменены круизной линией в самый последний момент. Я надеюсь, что их больше не будет, потому что они были у нас в конце февраля, и тогда ещё круизные линии совсем конкретных каких-то решений не принимали, потому что непонятно было, как будет развиваться ситуация. Сейчас всё-таки круизные линии предлагают много вариантов. Помимо этого, ну то есть отмены, да, с кредитом. Помимо этого, круизные линии возвращают какую-то сумму за авиаперелёт, и я вам скину потом ссылки для каждой круизной линии, чтобы вы тоже могли в чаты отправить эту информацию, куда писать, если что-то такого рода случилось с вами, куда писать для возврата travel expenses, расходов на поездку. Кроме этого, к сожалению, мне сказать вам нечего по этому вопросу. Только попытайтесь насладиться тем местом, где вы оказались. Это единственный совет, и возвращайтесь домой. На самом деле тут больше посоветовать нечего. Спасибо, Юля. То есть если человек оказался в такой ситуации, то, ну, понятное дело, что всё, что может сделать Инкрузус, это вернуть круизные доллары, и компания это делает в обязательном порядке, да, и заполнить анкету в круизную линию на возврат расходов на проживание, авиаперелёты и так далее. Да, всё верно. Приложить все, обязательно сохраняйте все квитанции, их нужно будет приложить к вашей анкете, чтобы круизная линия могла рассмотреть на конкретном примере, на что вы потратили деньги и какую компенсацию вам выдать. Всё, спасибо большое. Так, следующий вопрос. Что делать, если въезд в страну, где начинается или заканчивается круиз, запрещён? То есть если страна попала, вот прям непосредственно, попала в красную зону. И у нас, вы знаете, были случаи, когда люди на днях пролетели в Италию и их просто не пустили в страну. Не пустили в страну, да. Там паспорта у них забрали и сейчас их работают над тем, чтобы их обратно отправить. Тот же самый ответ, в принципе, что и на предыдущий вопрос. Возвращайтесь домой, пишите в круизную компанию, требуйте компенсацию своих расходов. Но я знаю, что круизы на 9 и 10 мая МСЮ уже отменила в Италии. Отменила довольно рано, поэтому я понимаю, что вы могли уже попасть в Италию к тому времени. Довольно поздно, в смысле, вы могли уже попасть в Италию к тому времени. Но процесс такой же. То есть возвращайтесь домой, пишите компенсацию, мы круизные доллары компенсируем, если круиз отменён. И возврат на карту тоже произведём. Я видела там несколько запросов. Если вы платили с картой, вы получите возврат на карту. Супер, спасибо. Так, теперь следующий вопрос. В каких случаях я могу получить 100% возврат стресс? То есть многие компании сейчас выдают именно кредит на будущие круизы. А в каких случаях я могу получить, ну, помимо отмены, помимо отмены круиза, официальной отмены круиза, то, что мы сейчас обсудили, есть какие-то другие случаи, когда я могу запросить и получить 100% возврат круизных долларов и своих доплаченных денег? На данный момент, вот как мы видели с вами, да, в этой табличке, все предлагают круизный кредит. Единственное, что мы ожидаем, это решение по тем пассажирам, у которых был отменён рейс. Вот мы посмотрим, что нам скажет круизная компания, но пока ответить на этот вопрос не могу. Это может быть единственным исключением на самом деле, а может и не быть. Ждём, в общем, ответа от МСС. Угу, супер. Ну, я думаю, в принципе, все с этим решением согласны, потому что жизнь продолжается, всё проходит, и вирус пройдёт, и люди смогут отправиться в путешествие через несколько месяцев. Так, как ускорит рассмотрение моего вопроса? Так как мой вопрос самый срочный. Ну, каждый считает, конечно, его вопрос самым срочным. Поэтому… Да. Давайте установим рамки такие, что срочный запрос — это действительно запрос, когда ваш круиз отплывает в течение двух-трёх дней, четырёх дней. Это срочный вопрос. Я понимаю, что вам хочется поскорее получить деньги, поскорее получить какую-то информацию и так далее. Но если ваш круиз в апреле, в мае, в июне, это не срочные вопросы. Это, может быть, срочные вопросы на личном, индивидуальном уровне, я это прекрасно понимаю. Но для круизных линий это не срочные вопросы. Для нас это не срочные вопросы, потому что более срочно гораздо больше. Поэтому просим вас проявить терпение. Спасибо. У меня просьба к лидерам, к директорам. Пожалуйста, контролируйте этот вопрос, когда к вам будут обращаться члены клуба, партнёры по поводу отмены, замены и так далее. Пожалуйста, задавайте им вопросы. Не нужно сразу писать, не разобравшись ситуации, сразу писать в ВИП-поддержку, давать мой телефон, отправлять ко мне, что происходит постоянно. Мне пишут все подряд, от директоров до членов клуба, просят ускорить, разобраться. Поэтому сами разберитесь в ситуации сначала и потом уже, соответственно, принимайте меры. Нужно в этой ситуации брать ответственность, так как вы являетесь лидером. Совершенно верно. Можно я добавлю к вашему сообщению здесь, что самый большой наплыв тикетов мы получили, когда лидеры распространили в чатах информацию российских турагентов относительно круизных линий, которая вообще к нам не имела никакого отношения. Вот тогда нас просто завалили тикетами, запросами, почему тут МСИ отменяют за 50 евро, а вы мне не отменяете. Большая, очень большая просьба. Если вы находите какую-то информацию, не отправляйте её в чаты. Отправьте её к Азбеку, а мы с Азбеком рука об руку работаем над теми вопросами. Азбек спросит у нас. Мы вас просим у круизной линии. И тогда только мы сможем какую-то информацию по факту предоставить. Очень просим вас не отправлять, непроверенную информацию, не отправлять ссылки на неофициальные источники, потому что было очень много ссылок на какие-то сайты, вообще совершенно левые сайты, простите за выражение. Но к нам не относилось это никак. Но нас завалили этими запросами, поэтому просим вас всю информацию проверять 10 раз, прежде чем её отправить. Спасибо, Юля. Да, это очень важный момент. Партнёры нужно фильтровать. Нужно фильтровать всю информацию, которую вы доносите из-за своей команды. Даже сейчас, когда закончится сегодняшний вебинар, запись будет только... Я делаю, кстати, запись. Запись выйдет только через день, два, три. Но я знаю, что вы сейчас уже начнёте набирать сообщения и распространять это в свои команды. Пожалуйста, правильно, правильно опишите ситуацию. Если вы не знаете, то лучше дождитесь. Я сегодня резюмирую сегодняшний вебинар в сообщение и это всё отправлю. Это вы можете распространить в своей команде. Если вы не уверены, лучше ничего не отправляйте. Лучше дождитесь, пожалуйста. Потому что информацию партнёры читают так, как им удобно. И если они что-то не поймут, то они завтра будут предъявлять претензии к вам, ко мне, к службе поддержки, к отделу бронирования. Поэтому будьте очень аккуратны, перепроверяйте информацию и фильтруйте всё, что вы пишете. Одно неаккуратное слово может просто невероятно загрузиться в службу поддержки. Да, к сожалению, так и случилось. Но сейчас, слава богу, этот спад уже пошёл относительно российских туроператоров и российских законов и так далее. Но был очень сложный момент. Поэтому это важно. Супер, спасибо. Так, теперь давайте мы пройдёмся по вопросам быстренько, которые у нас были. Если есть какие-то вопросы, которые мы ещё не обсудили. Остаётся кредит в компании крузовской круизной линии Норвежин. Давайте по Норвежин и по всем остальным круизным линиям, как я уже сказал, я составлю, наверное, тоже Excel какой-то и отправлюсь, чтобы всем было понятно, какие на сегодняшний день условия. Ещё раз отмечаем, что условия будут меняться. Они, наверное, меняются каждый день. Эти условия действительно только сегодня. Да, это правда. Они действительно только сегодня и могут измениться в любой момент времени. То есть, если эпидемия пойдёт на спад, то, соответственно, конечно, круизные линии перестанут предлагать такие щедрые возможности переноса. это бизнес, бизнес потери для них. И они любыми способами попытаются этого избежать, соответственно. Так, тут, конечно, задаёт много вопросов на будущее. Юля Ниванга. Вы же не Ванга, Юля? Вы же не знаете, что будет в будущем? Юля Ниванга, кстати говоря, о Ванге. Простите. Поэтому Юля не может ответить на некоторые вопросы, потому что она не может предсказать будущее. Конечно, мы все надеемся на светлое будущее. Надеемся, что это всё скоро пройдёт, но когда этот день наступит, мы узнаем. Так, есть такое? Да, я хотела здесь добавить очень важный момент. Нам часто пишут очень, какие гарантии вы можете предоставить, что я буду в безопасности на лайнере. Ну, прошу вас, подумайте сами, какие гарантии служба поддержки может вам предоставить. Ну, как мы можем написать вам, что вы не заболеете. Конечно, мы не можем этого написать. Что мы рекомендуем? Идите на сайт круизной компании. Каждая круизная компания сейчас создала маленькую ссылочку на своей странице, где они говорят, что они делают. Устанавливаются не тайзеры везде, да, на лайнере, проверяют пассажиров, температуру проверяют. Вот это они делают. Мы никаких гарантий дать не можем. Пожалуйста, поймите это. Я думаю, что я сделаю это всё в одном документе и таблицу с условиями круизных линий и все правила очень коротко и ссылки как раз на эти то, о чём вы говорили. Так, хочу так, обратите внимание на... Так, обратите внимание на... Это ещё раз переносы круиза. Так, люди переспрашивают. Ребята, будет запись, которую вы сможете пересмотреть? Или можете... вот здесь был вопрос важный, что рассматриваем ли мы возможность приостановления оплаты членских взносов и так далее. Не рассматривается на данный момент такая возможность. И это хороший вопрос. Я бы хотела с вами немножко on a personal note поговорить об этом. Многие клиенты пишут, что я не могу сейчас привлекать никого, мои клиенты отказываются платить, мои партнёры, члены отказываются платить. Я думаю, что это очень личный вопрос, и это зависит от вас, как вы поведёте себя на данный момент. Если вы настроите свою команду, что всё страшно, мир вымирает, всё, перестаньте платить, никуда вы не поедете, то люди так и будут делать. А если вы настроите их на то, что, как и все эпидемии, это пройдёт, и когда она пройдёт, у вас уже будет много денег на бронирование круиза, то есть более в позитивном ключе, то, соответственно, вам не нужно будет бояться того, что ваша команда разваливается на части. Вы должны самым позитивным образом сейчас всех поддерживать. И ни в коем случае не сеять панику, что мы не будем платить, потому что сейчас эпидемия. Смотрите немножко дальше, месяца, двух месяцев, потому что долгосрочная перспектива имеет значение. Спасибо. Спасибо, Юля. Так, какие ещё у нас вопросы? Можно ли бронировать круизы? Сейчас вообще какие-то ограничения по бронированию, по новым бронированиям существуют? Нет, всё то же самое. Никаких ограничений Супер, спасибо. Так, 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 письма указывайте. Так, это обсудили, это мы обсудили. Так, коллеги, здесь очень много вопросов частного характера. Пожалуйста, я думаю, что вы с этими вопросами уже обратились в службу поддержки, поэтому дождитесь ответа. Вот правильно кто-то пишет, не паниковать, всё отлично, всё хорошо. Да, это правда. Так, так, можно ещё раз в кабинете по поводу кредитных денег? вот люди, мне кажется, не поняли, что за кредитные деньги. Кредитные деньги и кредит на круиз, это как таковые не деньги, это, если хотите, скидка, стопроцентная скидка на ваш следующий круиз, если так будет немножко понятнее. Скажем, вы забронировали текущий круиз за 1000 долларов и решите, вы подадите заявку, МСИ, допустим, её одобрят, вы получите 1000 долларов кредита, как сейчас предлагает МСИ. Опять же, все условия меняются, всё меняется, на данный момент условия таковы. Вы получаете эту скидку и в следующий ваш круиз вы её можете использовать. Вы её бронируете и мы вам возвращаем эту сумму. То есть мы ещё пока не знаем, это высветится у нас как-то в кабинете тысячи кредитных либо мы получим какой-то подарочный сертификат на эту тысячу. Это вопрос решается, да, ещё? Этот вопрос, да, решается, потому что на практике такого ещё не было. МСИ нам об этом сообщили 9 марта. То есть на практике такого ещё не было. Но я думаю, когда это на практике пойдёт у нас, то будет принято самое оптимальное решение, неудобное для вас и для нас. Супер. Юля, спасибо. Мы вас, наверное, больше задерживать не будем. Я знаю, что у вас очень много работы. Спасибо вам большое. Я сейчас продолжу вебинар. Мы вас отпускаем. Ещё раз вас с праздником, с 8 марта. Вы, наверное, работали в этот день, да? Скорее всего. Я работала, да. Я работала. Ну, я надеюсь, что это всё закончится и вы сможете полноценно отдохнуть. Спасибо вам. Я думаю, что наши партнёры вас молча благодарят. Сегодня был очень познавательный вебинар. И показателем этого будет количество запросов в службу поддержки. Я надеюсь, что их количество уменьшится, чтобы вы планомерно могли отвечать на вопросы. Пожалуйста, партнёры, прислушайтесь сегодня. Прислушайтесь к Юле, прислушайтесь ко мне. Давайте будем соблюдать правила. Это на благо всех нас, всей команды. Юля, если у вас есть, что сказать, то... Я просто хотела всех поблагодарить. Мне так приятно. Спасибо вам, во-первых, за организацию, потому что очень важно, да, нам нужно было донести эту информацию и всё до всех в массовом порядке. Ну, мы с вами продолжим ещё работать с чатами. Да, я вам вышла кое-какую информацию, которая может пойти в чаты, чтобы люди тоже знали. Вот. И мне очень приятно сегодня, в отличие от предыдущих наших вебинаров, почему-то очень все с благодарностью отзываются обо всём. Это очень приятно на самом деле. Это показатель для меня, что информация воспринята, и что вы согласны с этим, что мы не будем вешать нос и сдаваться, потому что на это действительно нет никакого повода. Всё это временные трудности. Я вас благодарю за то, что вы это понимаете. Супер, Юля. Всё, спасибо. Спасибо вам большое. Вы можете тогда отключиться, а мы продолжим. Спасибо, Юля. Мы с вами на связи. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Итак, уважаемые партнёры, давайте задержимся ещё на 5 минут. Вообще сегодняшний вебинар у нас не запланирован. На самом деле сегодня должна была быть другая презентация, сегодня должен был быть тренинг на другую тему, но учитывая количество запросов и ваши пожелания, мы решили провести сегодняшний вебинар. и Юлия, я буквально два дня назад Юлю попросил поприсутствовать сегодня, и она согласилась, поэтому ей большое спасибо за сегодняшний вебинар. Давайте я тогда закончу последний слайд. Последний слайд у нас называется «Как обезопасить себя от финансовых потерь». Значит, первое нужно, как мы сегодня уже обсудили, это оценить все риски, оценить все риски и принять решение. Нужно, когда вы пишете службу поддержки, обязательно нужно писать конкретно и уже с принятым решением. Вот этот футбол туда-сюда, он только затягивает время и нагружает службу поддержки. Значит, второе, приобретать возвратные билеты. Да, они дороже, я понимаю, но я думаю, что чуть-чуть переплатить за билет это лучше, чем потерять авиабилет совсем. Приобретайте страховку от невыезда в тех странах, где есть такая возможность, скоро такая возможность появится у нас в Казахстане, благодаря нашим лидерам. Значит, приобретайте медицинскую страховку, обязательно, эта услуга есть во всех странах. Имейте с собой медицинскую аптечку с необходимыми лекарствами, как при выезде за границу, это, я думаю, объяснять никому не надо, но, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, нужно позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое, потому что лекарства дорогие, обращение через страховку и так далее, это все занимает время, поэтому обязательно имейте с собой медицинскую аптечку. Далее, имейте с собой наличные деньги на случай форс-мажора, это очень важный момент, потому что бывают случаи, когда люди прилетают в чужую страну, у них не оказывается денег, круиз отменяют и тут начинаются проблемы, поэтому, пожалуйста, нужно с собой иметь какие-то наличные деньги, чтобы вы смогли оплатить гостиницу и пропитание хотя бы на день-два, я понимаю, что там огромных каких-то сбережений у большинства из нас нет, но обязательно нужно обеспечить себя наличными деньгами на 1-2-3 дня. Далее, подключить обязательно нужно международный роминг, нужно быть постоянно на связи, не дай бог, что-то случится, вам нужно позвонить своему вышестоящему спонсору, чтобы разобраться в ситуации, вам нужно написать в службу поддержки, вам обязательно нужен интернет, вам нужен роминг, поэтому не скупитесь, подключайте международный роминг, это не так дорого, это сэкономит вам кучу денег и нервов и времени. Проверяйте электронную почту перед отправлением за несколько дней, недель даже, постоянно проверяйте электронную почту, проверяйте вашу почту Инкрузус, проверяйте другие электронные почты, на которые могут приходить уведомления от круизной линии, Инкрузуса, следите за новостями круизной линии, общайтесь в своих группах, задавайте вопросы, следите за обсуждениями, но и самое главное, не положительно мыслите, не вешайте нос и обязательно мойте руки. Вот такие у нас советы, я надеюсь, что, я думаю, что все уже соблюдают эти правила